Давайте сейчас немножко лирики, а? Пожалуйста. Есть несколько человек, которые великолепны, поэты и поэтессы. Я не удержался, потому что все это не получается. Ну как можно глянуть на эту дикую страшную рану, на эту величайшую глупость, когда уже спасать от того, что уже свершилось, дерево искалечено, а теперь якобы спасать. И вот этот дурдом, надо же как-то перестроиться. Давайте попробуем. Ой, ёлки-палки. Зачем я с собой брал кружку? Ну ладно. Осень, грибные рассветы, ночи с холодной росой. Стынет короткое лето, тянется нитью кремельной. Сникли предчувствия травы, сорван последний букет. И золочёные оправи листьев летящих. Привет! Листьев. Дни уходящего света, тает последним теплом. Седростью бабьего лета, вспыхнет закат за окном. Заполыхает туманья, грозья высоких рябин. Ягоды терпкой обманет птицу летающий крин. Осень заблудится эхом, капли сверкнет дождевой. Сгинет загадочным смехом, нас развлечая с тобой. Калина Елькина, замечательный садовод. Сегодня она мне... Это какой-то наити, она сегодня звонит. Я говорю, Гаря, я только сейчас эти стахи вставил. Как же смог такое всё поделить? Она мне прислала кучу фотографий. Там твои сливы, твои яблони, твои груши. Там твои аппорты. Ой, я вслушаю это, думаю, ну надо же так. Вот чем талантливый человек, он обязательно талантливый на всём. Вот разве быть кандидатом технических наук, вот чего его, разве это не талант, чтобы перенести свой талант в сад? Галь, спасибо огромное. Я тронут твоими стихами. Они у меня давно лежали. Я уже из стихов твоих цитировал. Но годы идут, те фильмы уже никто не смотрит. Прекрасные стихи про осень и про листья. А вот она осень. Вот посмотрите, эти листья в лесу. Так, естественно, их никто не убирает. Вот. И опять возвращаюсь к этой теме. Если бы мы знали. Я когда на 11 классе, я был потрясён, когда я увидел, какой дури учат, да? И вдруг 7 класс. Здесь несколько страниц, посвящённых червям. Так, вот даже боюсь, он показывает. Вот. Серьём. Их оказывается великое множество. Они все разные. И детей, а здесь получается, что это не шутка, это же сам для детей. Их заставляют учить. Особенности каждого червяка. Каждого вида, каждого этого. Вот. Это необыкновенный ужас. То, что я посмотрел, да? Вот. И как нам быть, когда никто не собирается пересматривать программу? Она не то, что неправильная или неправильная. Она дебильна. Просто дебильна. Огромное количество ненужных знаний, которые ничего не дают, которые невозможно заполнить, которые бессмысленны. Хотя всё правильно. Когда начинается рассказывать состроение червяка, да? А потом второго типа червяка, потом первого, потом десятого типа. Вот. Но если бы хотя бы объясняли, что бывают черви глисты, мы хотя бы научили бы, как глисты выводить, или как делать, чтобы они к там не попадали. Да? Или чтобы мы не ели мясо, зараженное этим самым. Помните, как говорят? Ой, не хочу тут тем развивать. Но хотя бы маленькую пользу бы из этого. Раз и черви существуют. Черви, которые вот здесь вот под почвой, они всё это за зиму съедят. Вот. И вот это вот, я второй раз показываю, потому что я успокоиться не могу. Ещё не наступил рассвет, а в стороне дураков уже кипела работа. заставить детей. Понимаете, что они делают? Они лес уродуют. Остающий лес. Огромными. дикоросами. Они его уродуют. Они не делают его красивым, чтобы там это, газончики появились. Что это мусор убирают, что листва это мусор. Почему? У нас же есть правительство, у нас же есть этих чиновников сельхоз. Миллион. Учёных миллионов. Почему они этого не видят? Иногда думают, нарочно что ли? Отлечь внимание, пусть с дурью маются. Но ведь это же можно было с пользой всё. Ведь каждый ребёнок может вырастить в сад. Но это наоборот, надо отбить охоту, отучить от этого дури. И в саду этого делать нельзя. Продолжение следует...